Большой информационный час. Мы приступаем к главной теме. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Владимир Николаевич, расскажите, какая ситуация сложилась на полях Ростовской области, почему мы сегодня говорим о животных и птицах, которые в зоне риска? Ну, в целом, что касается фитосанитарной обстановки на полях Ростовской области, то в целом, несмотря на сложные условия, в этом году ситуация пока стабильная. Нужно отдать должное профессионализму наших аграриев, которые не расслабляются, несмотря на высокие показатели уже третий год подряд. Внимательно подходят и к выбору протравителей семян, внимательно подходят к изучению фитосанитарной обстановки и, соответственно, принимают своевременно профилактические меры. В помощь им, конечно, это и наша наука, и зональная система земледелия, и мы, как Россельхозцентр, российский сельскохозяйственный центр, подсказываем, рекомендуем, ведем мониторинг, делаем прогнозы. Но, к сожалению, помимо всех людей и научных организаций, которые стараются вести обоснованные, интегрированные системы, выстраивать защиту растений, появляются предприимчивые люди, предприимчивые компании, которые ради какой-то выгоды забывают о том, что мы живем в большом мире, и помимо человека, помимо отдельных людей существует еще окружающий мир, о котором нужно тоже думать. И если мы поддержим и его, и наши посевы, и растения, то все в совокупности, это в результате и дает большой урожай. Мы наблюдаем в настоящее время некую такую тенденцию к нарушению тех правил, регламентов, которые существуют во всем мире по борьбе с мышевидными грызунами. В чем это выражается? В том, что идет убеждение наших сельхозтовропроизводителей в том, что необязательно применять сложные методы борьбы с мышевидными. Они заключаются, да, действительно, они трудоемкие, требуют большого количества ручного труда по существующим регламентам применения для борьбы с мышевидными, используют отравленные приманки. То есть мышь, крыса, полевка, они не будут принимать в пищу просто яд, да, как мы можем обработать насекомых сверху, попадает на покровы, и, соответственно, насекомое погибает. Разрушается покровной ткани под действием окружающей среды, насекомое гибнет. С мышевидными такие препараты запрещены, потому что, опять же, повторюсь, они теплокровные, это все будет одинаково пагубно для, в том числе и людей, не говоря о диких животных. Вот в результате все приманки смешиваются либо с химическими действующими веществами различного типа, в основном и в большинстве своем в настоящее время используются вещества эндодионового ряда, то есть антикоагулянты крови. Это вещества, которые при попадании в организм вызывают кровотечение в желудочном тракте, в кровоизлияние в мозг и так далее, и так далее. Поэтому по существующим регламентам применение таких препаратов разрешается только при внесении в норы и при притаптывании этих нор, чтобы никто другой, кроме грозунов, в основном мышевидных, не смог эти препараты употребить, так скажем, и, соответственно, от этого получить какие-то последствия. Но, к сожалению, появилась тенденция такая, мы ее наблюдаем уже третий год, в основном она используется в крупных холдингах, в Ростовской области она не имеет большого распространения, пока в прошлом году случаи были такие, в основном она в прилегающих к нам регионах, я не буду их называть, чтобы никого не обидеть. Но тенденция есть, рекомендации следующие дают, зачем вам тратить большое количество ручного труда, это же долго, вам же это дорого обходится, дешевле же и быстрее, зачем лишняя рабочая сила, дешевле же взять селку шириной 9-12-18 метров, засыпать туда эту приманку и разбросать ее по всем полям. И это можно сделать в течение 2-3 дней. Вы же получите эффект сразу, через 15 дней еще раз и все, никаких проблем, снег упал, грязь, дождь, вам ничего не страшно. Считают, рассчитывают количество препарата на гектар, объясняют, что это значительно дешевле и часть агрономов, мы сами все агрономы в Ростовской области, мне не хочется никого обижать ни в коем случае, но я считаю, что ведут недальновидную работу и в результате применяют такие методы. Что мы получаем? Мы получаем, что вся дикая фауна, которая в это время находится на полях, все везде высохло, питания практически нет в это время. И тут вдруг, как манна небесная, на поля высыпаются отдельные предприятия, в прошлом году высыпали до 200 тонн зерна. Это только в деньги, если пересчитать просто зерно. Почему-то никто не считает, как будто это не расходы предприятий. А если бы они его реализовали, это же деньги, немалые деньги. Высыпается это зерно, его потребляют тут же птицы, тут же грызуны, тут же зайцы. Вот, соответственно, эта вся масса в течение двух-трех дней с поля удаляется другими животными. А те грызуны, которые находились в лесополосах, находились в залежах, в местах своих резерваций, постоянно, где они, в принципе, и выживают, и переживают, переживают тяжелые времена, они остаются в полном порядке. Лисы, поедая мышей, которые объелись огромным количеством зерна, которое насыпалось сверху, да, вот, соответственно, через определенное время погибают. Кошки, хорьки, так далее, так далее. Либо болеют, в худшем случае погибают. У нас в прошлом году были случаи в Зимовниковском районе, неприятные, когда погибли животные, относящиеся к птицам в Красной книге. Я не буду называть хозяйство сейчас, и в прошлом году они их наказали, вот, они понесли ответственность. Вот, хотя в целом Зимовниковский район надо отдать должное, это исключение было из правил. В Зимовниковский район в прошлом году более 15 тонн применили биологических приманок. И в этом году у них ситуация, в отличие от Заветинского рядом, где мы в том году все ждали-ждали, вот, в этом году дождались. Сейчас ситуация там очень сложная, и принимают меры, нужно отдать. Но уже прошли осадки, пшеница подросла, прекрасная кормовая база в Заветинском районе. И теперь уже приходится с мышевидными бороться на полях. Эти же препараты, они же небезопасны и для человека, правильно? Значит, ради антициды все делятся на два вида. Первый вид – это химические препараты, и второй вид – это биологические препараты. В биологических препаратах действующее вещество – это в основном культуры брюшного тифа мышей, которые опасны только для мышей, крыс, домашней мыши, серой, полевки. Вот, и для крыс. Но безопасны для человека, птиц, зайцев, ну, для всех остальных. Вот это изобретение еще советских ученых, прекрасно себя зарекомендовало, широко применяется и в Европе, и у нас, и на Украине. Законодатели в этом методе борьбы – это Краснодарский край, Ставропольский край, практически полностью решает эту проблему биологии. Вторая часть родантицидов, и самая массовая у нас в Ростовской области, у нас в основном распространен химический пока метод защиты, хотя нужно отдать должное, но я думаю, это будет тема отдельной передачи, надо отдать должное, что у нас биология в последние два года растет и очень крупными темпами. Второй класс химических, они относятся к антиагулянтам крови. Их действующие вещества, они одинаковы с препаратами медицинскими, например, как варфарин, который принимают, прописывают пациентам, у которых есть проблемы с тромбами. Эти препараты направлены на разжижение крови, в результате при неграмотном применении может быть кровотечение и так далее. Все это создавалось в Латвинском институте органической химии еще в 70-80-х годах. И тогда, конечно, все эти препараты были настроены только в случае на вступление каких-то эпифитотий, каких-то ситуаций, когда уже невозможно методами профилактики, методами биологии с чем-то бороться. И они разрабатывались только для тех целей, чтобы предотвратить масштаб большого бедствия на большой территории. Кто принимает решения и кто контролирует, какие препараты применяются, биологические или же... В настоящее время решение о применении тех или иных препаратов проводят собственники, пользователи земельных участков, сельхозугодий на основании тех данных, которые дают им агрономические службы. Мы со своей стороны и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области неоднократно предупреждаем, проводим семинары, выезжаем на места, консультируем, учим, как работать против мышевидных. Ведь мы же научились работать против того же клопа-черепашки, всем известного. Мы наконец-то поняли, что не нужно обрабатывать кровые полосы, как нас раньше учили химические фирмы, фирмы, производящие мировые глобалисты в этой теме, которые нас учили. Вы сначала обработайте по кругу, оставьте защитную зону, никто дальше не пройдет. На самом деле, если вникнуть глубже, получалось так, что ты рядом с лесополосой, основным резервантом всех вредителей и болезней, которые находятся на поле, где, в принципе, зимовка вся и происходит, ты освобождаешь дорогу, убиваешь все живое, и через месяц-два у тебя появляется огромная проблема, когда ты вынужден 2-3 обработки проводить уже по личинкам. Мы научились, мы сейчас сразу с гербицидами, в фазу выхода в трубку, работаем полностью, все поле профилактически от клопа черепашки, большой проблемы нет. С мышевидными почему-то нет, почему-то никак мы не поймем, что нужно искать и бороться с ними и в течение года, и в начале сева, и бороться именно в местах резервации, в пастбищах, в лесополосах. В Росельхозцентре по Ростовской области ежегодно существует более 15 прогнозных площадок, в этом году мы ведем тоже этот мониторинг, каждых 3 дня наши специалисты выезжают на площадки, на каждой площадке выбрана таким образом, чтобы там было и залеж, и многолетние травы, и озимая пшеница. Каждых 3 дня вечером по методике притаптывается 50 нор, мышей закрывается, и на утро мы считаем, сколько было открытых. Отсюда по методике мы выводим средние данные, делаем прогноз, как будет идти развитие. В настоящее время по таким районам, как Тарасовский, Кошарский, Чердковский, Верхнедонской, Миллеровский, Каменские районы, мы наблюдаем тенденцию перехода, это что касается Северообласти, что касается Юга, это Юга Приазовья, это Азовский район, Неклиновский, Матвеокурганский, и Восточная зона, это Заветинский район, мы наблюдаем сейчас переход, миграцию мышевидных грызунов из залежи и степи, наблюдаем миграцию на поля. Более стабильная ситуация у нас Белокалитвинский район, Орловский, Зимовниковский, Зерноградский, Сальский район. Пообеспокоиться нужно также о помещении, правильно, в котором будет храниться зерно? Несколько слов об этом. По помещению в основном такое зерно не хранится, приманки все готовятся в момент переднесения. Ну а в целом, если говорить о складах? Значит, что касается, хорошую вы тему подняли, в этом году огромное количество урожая находится еще в складах наших сельхозтовропроизводителей, к сожалению, получилась растянутая уборка, где-то эйфория большого урожая нам не позволила своевременно провести фумигацию наших складских помещений. Сейчас пошла уже информация, мы мониторим это, в настоящее время восточная зона больше всего вызывает опасения Ремонтницкий, Заветинский, Орловский, районы Пролетарский. Мы наблюдаем начало развития вредителей хлебных запасов, таких как зерновая моль, зерновой клещ. И в ближайшее время, до наступления холодов, конечно, нужно провести фумигацию данных предприятий. После инструктажа, уквалифицированного у наших специалистов, можно провести это своими силами, используя препараты на основе фостоксина, они в доступности. Проблем никаких нет, единственное, нужно брать, конечно, сертифицированную продукцию. Владимир Николаевич, минуты до конца эфира, в этом году Росельхозцентру 10 лет исполняется, правильно? Несколько слов о приятном. Да, в этом году нашей организации 10 лет, эти 10 лет были непростые, мы были сформированы из станции защиты растений, семенных инспекций, основное направление было надзор, но мы перестроились, мы пошли по новым пути, мы становимся надежным помощником наших сельхозторопроизводителей, в этом, конечно, помогают нам средства массовой информации, наше любимое радио. Мы от своего филиала написали в этом году справочник агронома, посвятили его десятилетию, здесь есть все культуры, все технологии, все наши рекомендации, тот опыт, который мы в течение 10 лет собирали, прогнозы, мониторинги, формулы и так далее. Мы хотим вам его презентовать, я думаю, что вам тоже он будет определен по спорям, но в районных отделах любой аграрий всегда может получить у нас эту книгу. Спасибо, очень здорово, мы будем использовать во время подготовки к следующей встрече с вами. Я благодарю вас за беседу, напоминаю, что о ситуации, которая сложилась на Донских полях, мы говорили с руководителем филиала Ростельхозцентра по Ростовской области Владимиром Соломатином, дали интервью фестиваля футбола, который пройдет в Ростове в это воскресенье. Большой информационный час